Северодвинск Северодвинск готовится к параду. Это не 9 мая, не день ВМФ. Впервые в городе так масштабно отметим День защитника Отечества. Но повод для большого праздника – столетие Красной Армии. Сегодня на площади Победы стройным шагом прошлись расчеты военных. С генеральной репетиции парада Александр Князев. 23 февраля город встретит столетие Красной Армии и День защитника Отечества. Впервые этот праздник станет масштабным и чем-то напомнит празднование Дня Победы. А сейчас мы присутствуем на репетиции парада ко Дню защитника Отечества. Каждое подразделение четко знает свое место и соблюдает порядок расстановки. Подготовку к мероприятию начали за полтора-два месяца. В параде примут участие практически все войсковые части города, а также кадетский корпус и юн-армейский отряд. Жители города будут приглашены на площадь Победы, где будет установлена выставка техники, выставка оружия, будет установлена сцена, где будут выступать творческие коллективы города, коллективы Беломорской военно-морской базы. На выставке северодвинцы увидят экспонаты времен Великой Отечественной войны и ретроспективу военной техники. Парад начнется с шествия войсковых частей. По площади Победы пройдет порядка десяти расчетов. Также развернут полевую кухню, приготовят традиционную гречневую кашу с тушенкой, а для желающих служить по контракту будет работать информационный пункт. Стартует парад в 11 часов дня. Напоминаем, 23 февраля ограничат движение транспорта на пересечении Ленина, Торсовой и Советской, а также Байчука, Седого, Республиканской и Полярной. Александр Князев, Павел Пунонов, Вестник Северодвинска. Сохраним ягры. Ветераны Северодвинска обратились в правительство России и в Госдуму с криком души. Море наступает на ягры. Причина, по мнению стражилов города, ежегодные дно углубительной работы на фарватере, которые ведутся в интересах Беломорской военно-морской базы. Сегодняшняя тема дня. Сохраним ягры. Репортаж Мария Алексеенко. Вот в 68-м году я приехал в город Северодвинск. И мы решили пойти искупаться в Белом море. Мы приехали на автобусе. Автобусы тогда заканчивали свое движение около кинотеатра «Спутник». Мы шли пешком. Мы шли пешком по дюнам. Мы шли пешком. Рядом великолепные сосны росли. А сейчас этого уже ничего нет. Там сейчас приезжаешь, прошел в 100 метров и начинается море. То есть море действительно наступает, как говорит Иван Иванович. И очень сильно наступает. В книге Олега Химановича «Забытые страницы Великой войны на Севере» описаны события на яграх с начала 1941 года. Уже в то время Молотовск имел стратегическое значение. Был порт и завод 402. Нужно было защитить город от врага. Поэтому на яграх, на самых высоких дюнах, которые имели высоту 4-5-этажных домов, были установлены артиллерийские орудия. Для них были сделаны бетонные основания с болтами. На них одевались эти орудия. В 1946 году орудия демонтировали, а бетонные основания остались. Как описывает в своей книге Химанович, расстояние от бетонных блоков до воды 200 метров. Сегодня эти сооружения уже в воде. Вот в настоящее время одна из крайних, из трех фундаментов зениток, вот находится вот здесь, вот в этом месте. Оно сейчас стало уже врастать в дно морское. Здесь была гора, сопка. Сейчас эта сопка отошла вон уже куда. Там не сопки, там жалкие холмы. А от этого фундамента до воды, до береговой линии, по малой воде, где-то было до 100 метров. Можете представить? Причина изменения береговой линии, по мнению ветеранов, дно углубления на фарватере. Грунт вывозят в море, а на его место течением заносится песок с береговой черты. Работы проводятся в интересах Беломорской военно-морской базы. Данную ситуацию командование БелВМБ оставило без комментариев. Вы говорите, что береговая, кромка воды была... Метров 150 отсюда, 200 даже может быть. Вот в настоящем, вот от той точки, где мы сейчас стоим. Сейчас береговая линия Твоинского мемориала примерно в 50 метрах. Владимир Бармин вспоминает, пока не укрепили эту часть набережной, во время шторма вода размывала кладбище. На моем веку, сам видел, порядки покойников лежат, гробы в гробах. Потом коммунальные службы приходили, все это хозяйство переносили. В 65-м году на 20-летие Великой Победы укрепили берег у мемориала. С тех пор береговая линия стоит на месте. В 2011 году на Ягре обрушился шторм небывалой силы. Частично разрушил набережную, затопило воинский мемориал. Тогда всему виной был сильнейший циклон с Атлантики. Вода впервые подобралась к домам на Макаренко-30 и Приморском бульваре-6. Когда я вышла на балкон, открыла дверь, это что-то невозможное. Я думала, у нас дом унесет прямо в море. Все, кругом была вода. Сильный ветер и прилив с Белого моря подтопили большую территорию. Залило водой порт, дороги, цокольные этажи жилых домов. Остров сильно пострадал. С каждым годом, по словам ветеранов, обстановка только ухудшается. На острове Ягры, кроме жилищного комплекса, еще находится и очень большое предприятие. Это центр судоремонта «Звездочка». И вот уже некоторые цехи, к некоторым цехам уже начинает подходить вода. Ветераны считают, в одиночку город не справится. Надо входить в федеральные программы, целевые программы. Для этого надо прорабатывать очень хорошо этот вопрос. Берег нужно защитить капитальными сооружениями. Пока укрепили только 200 метров. На Яграх появилась набережная имени Зрячего. Там обязательно надо забивать шпунт Ларсена. Где-то длиной, это минимум 20 метров. Делать бетонные стены надо, примерно до 5 метров, для того, чтобы укрепить берег от наступления песка, воды и так далее. А это миллиарды рублей. В Госдуму и правительство страны ветераны направили обращение от имени 75 тысяч человек. А это треть Северодвинска. Мы можем, конечно, сбросить на потомков решение этих вопросов. Но когда вода будет плескаться у крыльца дома, жилого или в подвалах, это потребует очень больших вложений. Пока ветераны ждут ответа и сдаваться не собираются. Говорят, в день судостроителя учредили благодаря общественности, также отстоят и ягры. Мария Алексеенко, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. Еще два года в запасе Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии. Ранее Росреестр торопил россиян успеть оформить свои участки и старые дома по упрощенной системе. Напомним, дачную амнистию ввели в 2006 году. За это время было оформлено более 3,5 миллионов объектов по всей России. Но 10 с лишним лет людям не хватило. Еще порядка миллиона человек не успели легализовать свои надделы. Если вдруг законопроект отклонят, то дачникам нужно будет при оформлении участков и строений получать еще разрешение на ввод в эксплуатацию. То есть обращаться в госстроенадзор и предоставлять дополнительные документы. В этом случае могут возникнуть проблемы. У многих дачников попросту нет разрешения на строительство. И оформление права собственности может быть заблокировано. Объект потребует снести, а не полноправного собственника заплатить штраф. А согласно новому законопроекту, дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2020 года. То есть до 1 марта этого года он должен пройти второе и третье чтения. Но в Госдуме решили не затягивать. Сегодня до конца дня рассмотрят законопроект еще раз. И уже завтра обещают принять его в окончательном чтении. Жилье в регионе становится доступнее. В правительстве области внесли изменения в программу социальной ипотеки для бюджетников. Увеличили максимальную сумму кредита и список тех, кто сможет приобрести социальную ипотеку по выгодным условиям. Ипотечные жилищные кредиты работникам бюджетной сферы будут предоставляться сроком до 15 лет и в размере до 2 миллионов рублей по ставке 6% годовых. При этом средний ежемесячный платеж составит не более 17 тысяч рублей. Напомним, ранее размер кредита не превышал миллион рублей и выдавался на 10 лет. Увеличился и список бюджетников, которые по выгодным условиям смогут приобрести жилье. Добавили сотрудников научных учреждений, добавили преподавателей вузов, кроме того, добавили работников средств массовой информации, которые работают с проектами в рамках областного бюджета. Подробная информация об условиях участия в проекте, а также перечень должности социальной ипотеки на сайте правительства Архангельской области в разделе гражданам жилищные программы. Уже завтра в Москве стартует первый всероссийский патриотический форум «Я юнармия». По морю там представляют школьники Мирного, Архангельска и Северодвинска. Это 12 лучших юнармейцев региона. Все они прошли серьезный отбор. Писали эссе, подтверждали свою активную жизненную позицию наградами. Всего же в форуме примут участие 8 тысяч школьников со всей России. Мероприятие пройдет в военно-патриотическом парке «Патриот». Работать на форуме юнармейцы будут на 10 площадках, среди которых экскурсии и образовательные мастер-классы. Напомним, весной в Поморе также состоится областной форум юнармейских отрядов и военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ». На нее были выделены деньги по конкурсу президентских грантов. Сегодня в регионе 35 отрядов юнармейцев, куда ходят почти полторы тысячи школьников. Поисковики ищут родственников погибшего бойца. В Новгородской области подняты останки Сергея Васильевича Ефимова, 1915 года рождения. При нем была ложка красноармейца с выбитыми инициалами. Известно, что призывался солдат Вельский МРВК Архангельской области. Его супругу звали Зинаида Николаевна. Жили они в Вельске на улице Советской, 13. Останки бойца поисковики перезахоронили. А найденные вещи необходимо передать родственникам. Всех, кто обладает какой-то информацией, просит обратиться по телефону 8 909 35 57 45. Теперь о погоде. Слово моей коллеги Ольги Савиновой. Несмотря на установившиеся морозы, зима все же сдает свои позиции. Здравствуйте. О метеопрогнозах на четверг после анонсов. Во второй части выпуска «Как двое пенсионеров пострадали в ДТП». Авария произошла в Архангельске. Пожилые люди на своей легковушке столкнулись с грузовиком. Музей боевой славы отметил юбилея поисковиках и находках в культурном городе. В конце – новости спорта. Оставайтесь с нами. Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор – Медицинский центр здоровья. Медицинский центр здоровья предлагает услуги по удалению новообразований кожи за несколько минут. В арсенале центра имеется современное оборудование, которое щадящим образом удалит папилломы, родинки и бородавки. По рекомендации врача удаленный материал может быть направлен на дополнительные исследования. Прием ведут дерматологи, хирурги. Возможно, консультация онколога. Ждем вас по адресу Проспект Морской, 53. В четверг, 22 февраля, по данным сайта Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ночью минус 16, днем 12 градусов мороза. Ветер северо-восточный, слабый 1 метр в секунду. Переменная облачность, днем солнце, ночью возможен коротковременный снег. Атмосферное давление к вечеру слабо подрастет до отметки 767 миллиметров ртутного столба. В народном календаре 22 февраля, день панкратия. На Руси в этот день принимались заплетения лаптей и проверяли, все ли в порядке с имуществом, не нуждается ли в починке. Про погоду говорили, что зима начинает слабеть. Считалось, чем холоднее следующие 7 дней, тем теплее будет март. А я напоминаю спонсор небесной канцелярии – Медицинский центр здоровья. Медицинский центр здоровья – это современное оборудование, щадящие процедуры и доступные цены. На этом все. До встречи. Крестьянское фермерское хозяйство «Наводово» и Шенкурский молочный завод представляют. Сеть социальных магазинов предлагает крупу гречневую 800 грамм по цене 22 рубля 90 копеек. Ищем харизматичных, телеведущих, тех, кто умеет грамотно говорить, без дефектов и диалектов. Чего-чего-чего-чего-чего? От вас стильный образ в кадре, от нас престижная профессия. Приходи на кастинг. 2 марта с 11 до 15 часов. Южная 20, центральный вход, телеканал «Свой регион». Я готова. Двое пенсионеров, супруги 69 лет, пострадали в ДТП. Авария произошла в Архангельске. Пожилые люди на своей легковушке столкнулись с грузовиком. А в Северодвенске сотрудники ГИБДД разбираются в спорной ситуации. Два автомобиля столкнулись, оба водителя уверяют, двигались на зеленый. Подробнее о происшествиях у Евгении Карельной в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Только с 19 по 28 февраля строительный холдинг «Аквилон Инвест» делает настоящие генеральские подгоны. Всего 23 квартиры со скидками до 230 тысяч рублей. Успей приобрести выгодно свое будущее жилье. Подробности по телефону 52400. Код города 8184. Мы работаем без выходных. После столкновения автомобили развернуло в обратную сторону. ДТП произошло сегодня на перекрестке Южная-Профсоюзная. По предварительным данным, Нива двигалась с Ленина к железнодорожной, Шкода ехала по Профсоюзной в сторону Новой. Я считаю, что виноват. Он считает, что виноват и мне. У меня до сих пор еще подойти не могу. Оба водителя уверяют, что двигались на зеленый сигнал светофора. В спорной ситуации разберутся сотрудники ГИБДД. А на этих кадрах столкновение грузовика и Рено Логана, в котором пострадали два человека. ДТП произошло на окружном шоссе в Архангельске. По предварительным данным, легковушка при выезде на главную дорогу столкнулась с тягачом Вольво. В Рено ехали мужчина и женщина 69 лет. У мужчины, предположительно, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. У его супруги перелом левой голени, ушибы головы и спины. Спасатели извлекли женщину из аварийного авто и передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняются. Северодвинские школьники либо от невнимательности, либо специально бросаются под автомобили. На этих кадрах подросток выбежал прямо перед машиной на железнодорожной. Автовладельцы обращаются к родителям с просьбой провести с детьми беседы и рассказать о правилах на дорогах. Двое неизвестных в масках избили, связали и ограбили Северодвинку. Подозреваемых задержали. По предварительным данным, мужчины позвонили в домофон потерпевшей. Женщина открыла дверь. Злоумышленники нанесли ей несколько ударов и связали. Похитили телефоны, ювелирные украшения и деньги. Хозяйку закрыли в квартире. Подозреваемые, ранее судимые, безработные мужчины. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Сегодня свой пятилетний юбилей отметил Музей воинской славы о последних экспедициях, находках и работе музея в культурном городе. Спонсор рубрики «Культурный город» фирменный салон «Хилдинг Андерс» предлагает удобную постель. Умные спальные системы для вас и ваших близких. «Хилдинг Андерс» – забота о вашем здоровье. Умные спальные системы в новом салоне «Хилдинг Андерс». Умные матрасы «Экс-Про» шведского концерна. Это точечная трехмерная поддержка и сон на облаке. Один раз увидеть, чтобы влюбиться навсегда. «Хилдинг Андерс» – зарядись для жизни. Город Северодлинск. Заозерный проезд 4. Торговый центр «Омега». То время не просто не оставило им выбора. И когда маму звали домой, уже никто не откликался. Сегодня в связи с пятилетиями музея славы в техникуме строительства, дизайна и технологии прошел концерт в зале ветераны военной Беломорской военно-морской базы. Очень большой музей роли, потому что молодежь забывает уже, кто воевал, кто выиграл. А этот кусочек памяти будет давать надежду, что молодежь никогда не забудет. Я пришел сюда первый раз, когда увидел. Я был в шоке немножко, потому что мне рассказали очень много. Я ездил на реконструкцию. В Путяево мы ездили на два дня. В музей экспонаты, которые привезли ребята из поискового отряда «Возвращение». Медальоны, личные вещи солдат и оружие времен Великой Отечественной. В последний раз Владислав Замараев с группой ездил в Карелию. Экспедиция оказалась удачной. Подняли 37 наших солдат и нашли 21 медальон. Все бойцы оказались из 147-го разведывательного батальона. Солдаты прибыли на станцию Еловая Лоуховского района и сразу пустились в бой. Первая потеря за три дня – 120 человек. В следующем году мы планируем снова выездить на это же место и доподнимать этих солдат. Там еще достаточно много наших солдат, которые на протяжении железной дороги, во время боя, погибли. То есть наша задача их найти сейчас. Также у музея есть своя гордость. Это 40-метровое орудие найдено в республике Карелия. Значит, было уничтожено полностью практически. И вот руками наших ребят мы ее восстановили, привели в божеский вид. И вот сейчас это орудие каждый 9 мая выходит на парад и в почетном строю проходит вместе с ветеранами по площади. Самые ценные находки – именные вещи, по которым можно найти родственников погибших солдат. Их ищут по архивным данным и медальонам. Иногда в дело вступает экспертиза. Случается, что родственники находятся сами. В Северодвинском музее славы за пять этих лет побывало более 5000 человек. Приезжали даже гости из Германии. Они очень трогательно восприняли атмосферу военного времени. 25 февраля в НТЦ «Звездочка» пройдет молодежный фестиваль «Наше время», посвященный 80-летию Северодвинска. В программе – современная хореография, вокалы, сценические жанры. Напомним, в прошлом году зрители наблюдали, как 180 представителей творческой молодежи региона исполнили около 30 красочных номеров. Кстати, фестиваль «Наше время», как и большие танцы, проект молодежного движения «Белые ночи». Старт 25 февраля, начало 16.00. А в рамках грядущего юбилея в городе уже состоялось несколько значимых мероприятий. Фестиваль «Беломорские звезды» – первый региональный конкурс камерной музыки «Наше наследие». Основные мероприятия пройдут в июле. Среди них – военно-исторический десант, фестиваль рока и бардовской песни, второй – всероссийский форум «За любовь и отечество». Кроме того, уже с мая горожане смогут стать участниками различных событий, приуроченных праздничным датам – Дню Города и Дню ВМФ. Золото, бриллианты, рубины за пять девятьсот? Отлично! Стильный серебряный шарм с золотом всего девятьсот девяносто девять рублей – супер! Автосервис «Шиномонтажка» на перекрестке Железнодорожной и Ломоносова. Это широкий спектр услуг и всегда низкие цены. Комплексный ремонт автомобиля, заправка и ремонт кондиционеров, ремонт подвески, а также все услуги «Шиномонтажа». Автосервис «Шиномонтажка» – звоните 47 55 66. Работаем круглосуточно! И к новостям спорта. Баскетбольная сборная Архангельской области, вопреки всем трудностям, пробилась в финал первенства России. Наши юноши 2002 года рождения – сборная баскетболистов Архангельска, Северодвинска, Котласа, поселка Октябрьский и Устьянского района – заняли второе место в полуфинале страны в Перми. Мы делали несколько репортажей перед отъездом нашей сборной в Перми. В одном из них капитан команды «Север» Илья Ажигин заявил, едем биться за одну из двух путевок в финал. Но наша сборная отправилась с четырьмя ведущими игроками, ослабленными после простуды. В первом матче «Северяне» обыграли сверстников из Кировской области 91-70. А вот поражение во второй игре от команды «Югры» сильно осложнило задачу. В третьем матче наши ребята привезли 44 очка Тюменской области, а затем встретились с главными фаворитами турнира – командой Санкт-Петербурга. В равной борьбе наши баскетболисты уступили в концовке 50-62. Для выхода в финал в последней игре нужно было обыгрывать хозяев с разницей в 13 очков. Подопечный тренеров Руслана Наманова и Сергея Фокина одержали победу со счетом 71-48 над командой «Перми». Со второго места вошли в 16 лучших команд страны. Финал состоится в Курске с 24 марта. Приятным сюрпризом для ребят стала встреча с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко. Архангельский водник после победы на выезде над циктовкарским строителем провел свой второй выездной матч в Казани против местного «Динамо». После игры в столице Татарстана желто-зеленые потеряли последний шанс на выход в плей-офф. Константин Мухин подробнее. Для сохранения хоть каких-то шансов на продолжение борьбы за выход в заветную восьмерку воднику нужна была только победа над казанским «Динамо». На девятой минуте Илья Насекин вывел желто-зеленых вперед, а на 38-й капитан Евгений Дергаев удвоил преимущество с пенальти, правда. До перерыва хозяева смогли отыграться. Во втором периоде «Динамовцы» доминировали на своем льду, который вызвал массу нареканий со стороны обоих тренерских штабов и довели поединок до победы 5-3. На игры, если еще удается легкую карту подготовить, то тренировочного процесса вообще нет. Одни травмы сплошные, одни ушины травмы. Мы выходим на лед, не готовиться к матчу, а чтобы не получить травму. Потому что кататься, вот вчера тоже вышел, попробовал покататься, то же самое, так же через полчаса, чтобы работать на таком льду невозможно. Бывает получается, бывает не получается. Если бы он серьезно получался, то мы болельщиками бы не ходили. Спорт надеюсь не тем, что непредсказуемый, и как получится, никто не знает, должно быть так, по крайней мере, в игре, да? Не важно, с кем ты играешь, с лидером или не с лидером. Надеюсь тогда, когда не знаешь, какой будет результат. Олег Валерьевич пустился в лирические рассуждения, но разбор полетов провального сезона думается еще впереди. На данный момент воднику осталось играть три ничего не значащих матча в плане турнирной борьбы. Но все встречи желто-зеленые проведут дома при своих болельщиках, которые так ждали выхода команды в плей-офф. Константин Мухин, Вестник, Северодвинска. На сегодня это все новости. Смотрите нас завтра в это же время на телеканале «Свой регион». С вами была Валентина Приходько. Всего доброго и хороших вам новостей.